Всем привет! Вы на канале ВотГСН. И, как обычно, перед началом нашего видео хотел попросить каждого из вас подписаться на канал и поставить палец вверх. Вы всегда сможете отменить свой лайк, подписаться от канала, но не забудете это сделать в конце видео. Заранее вам благодарен за поддержку моего канала. Итак, сегодня у нас на обзоре танчик 8 уровня тяжек Т26Е5. Почему говорим об этом танке? Потому что сегодня разработчики вывалили его в магазин на продажу. Он может быть куплен вами либо за 6500 голды просто сам голый танк без ничего, ну, соответственно, вместо в ангаре, но либо за 8500 можно купить его в составе набора. В набор входит 2 камуфляжа для этих двух танков, по 10х5 на каждый из них. Нафиг вам не нужный аватарчик. И, что самое интересное, на каждый танк еще добавляется открытие слотов для всего оборудования. На халяву. В принципе, если у вас серебра хоть попка и жуй, то вы можете, безусловно, себе купить и просто голый танк, одеть его в камуфляж, который нравится вам. Ну, в принципе, как это сделал я. Поскольку за какими-то там уникальными камуфляжами я не гоняюсь, это не имеет никакого смысла, ничего в бою они не добавляют. Ну, а внешний вид можно подобрать просто под свой вкус, и он не всегда совпадает со вкусом разработчиков. Не будем вдаваться в технические подробности в отношении этого танчика. Хотелось бы по поводу этого танка сказать буквально там, ну, минимум какой-то необходимой для вас информации. В частности, что вы имеете в этом танке? Вы имеете в этом танчике довольно скорострельную пушечку. Она действительно неплохо показывает себя. Она показывает себя как скорострельная, плюс-минус точная. Она наносит довольно неплохой урон. И что самое интересное, она, в отличие от многих других тяжей, она действительно является комфортной для игры от холмов. То есть, вертикальная наводка у него вниз-вверх, 20 и 10 соответственно. 240 единиц урона, безусловно, это не сильно большой, как бы, не сильно большой показатель для тяжа, для тяжа 8 уровня. Но при неполных 6 секундах перезарядки, ну и, соответственно, суммарных 2500 урона в минуту, при правильной, грамотной игре, при хорошей команде, вы можете, скажем так, неплохо нагибать. Главное, не высовываться на нескольких противников одновременно, поскольку он не является супер бронированным. Опять-таки, в цифры даваться не буду. Вы можете посмотреть эти цифры либо в ТТХ самого танка, либо посмотреть на канале кого-то из ребят, которые любят вдаваться в мельчайшие подробности технических характеристик танков. Для меня это, честно говоря, лес дремучий. Для меня гораздо важнее, насколько мне приятно играть на этом танке. И, насколько этот танк реализовывает себя в бою, и сколько вам необходимо времени для того, чтобы размажить врага. Вот это основное. Поэтому сравнительные таблички, возможно, когда-нибудь я к этому дойду, пока мне это не интересно. Мы сыграем с вами две катки на этой машинке, после чего подсуммируем. Я подведу какой-нибудь итог, вы для себя тоже сделаете плюс-минус какой-то итог в отношении брать этот танк за те деньги, за которые он продается, или не брать. Сделаем две катки. Одна катка у нас будет такая, знаете, спокойненькая, медленная, мягенькая, вместе со своими союзниками попытаемся отыграть. Вторая катка, мы попытаемся куда-то ворваться. В зависимости от того, как сейчас наши союзники себя поведут на разъезде, поймем, мы будем агрессивничать или нет. Агрессивничать нам будет немножко тяжеловато. Почему? Потому что против нас есть две девятки. И это уже как бы не очень хорошо для этого танка, потому что девятки его, ну, скажем так, не сильно боятся. Я бы сказал, даже не обращают на него внимания. У него довольно неплохое бронирование маски орудия. И маска орудия довольно-таки большая. Поэтому, в принципе, что-то как-то я поехал, как рахит немножко. Ну да ладно. Сейчас посмотрим, чему это приведет. Так вот, продолжая вопрос бронированности, брони у него, ну, прямо скажем, маловато. Я лично не считаю этот танк каким-то там супер бронированным. Тем, который может выдерживать там лобовые какие-то столкновения, уж тем более с более старшими братьями. Но что-то он все-таки иногда отбывает. Ну вот, пожалуйста. Как же я люблю, когда так получается. Вроде бы, что ты попадаешь в нормальное мягкое место, но нет, ты никуда не попадаешь. Ну, сейчас проверим, пожалуйста. Вот вам точность этого орудия, которое, в принципе, там, ну, в пиксель попадает. Причем попадает, посмотрите, два пробития в одну и ту же точку в очень-очень узком пространстве, через которое там должно было что-то пролететь. Так, по-моему, я сделал глупость. Глупость я сделал довольно серьезную, потому что не ожидал, что все четверо будут прямо вот стоять и ждать меня. Так, и что? И что? Ну, давай попробуем поддержать. Сейчас немножечко ускоримся в перезарядке. Все-таки, как-никак, продавить три тяжа, с учетом того, что один из наших союзников... Непонятно, почему он находится непонятно где вдалеке, но вроде подтягивается потихоньку. И так, ну вот, смотрите, пожалуйста, БЗ-111 нас не пробил. А мы, в то же время, со своей довольно-таки уютной перезарядкой, можем раздавать направо и налево. Вот, пожалуйста, вам еще. Эх, не успели немножко. Ну да ладно. Смысл не в фрагах, смысл в победе. И, безусловно, удовольствие. А удовольствие, я не знаю, ребят, как вы оцениваете этот танк, если он у вас есть и вы смотрите это видео просто ради интереса. Я лично оцениваю этот танк как must-have в ангаре любого среднестатистического танкиста. По одной простой причине, потому что такой точности, скорострельности, подвижности, ну, есть очень мало машин, которые реально могут это показывать. Итого, мы сделали один фраг. Да, безусловно, это был какой-то недобиток. Мы его... Но, заметьте, мы эту ПТшечку забрали с вами. В принт ходила за горизонт. Мы это смогли сделать. И это то, о чем я вам говорил изначально. Это шикарная пушечка с шикарными углами наводки. 2400 неполных единиц урона. Мы заняли с вами второе место по урону. Мы сделали один фраг. Мы сделали все для победы. Вот реально, я думаю, что мало кто в команде может сказать, что мы с вами как-то отыграли хреновато. Мы отыграли с вами в этом бою просто суперски. Давайте попробуем еще одну катку. Посмотрим. Я даже не знаю этот бой к чему отнести. Отнести его к тому, который мы вроде бы должны были вторым играть. Там, где надо было ворваться. Или мы отыграли его с командой. Вот как-то мы вместе с командой ворвались. Я бы так это назвал. Не знаю, ребят. Вот я реально кайфую от этого танка. 6500 голды за танчик, который реально приносит вам кайф от игры. Ну, я считаю, что это небольшая сумма. И реально, еще раз повторюсь. Если бы у меня не было этого танка, я бы его себе взял. У меня этот танчик есть на всех моих аккаунтах. У меня их несколько. И на все я покупал эти танки. Не знаю, были ли когда-то ивенты получить этот танк. Так, а куда мы? Да, что-то я совсем сбился. Смысли? Я не знаю, были ли когда-то ивенты, в которых можно было халявно отхватить этот танк. Я, честно говоря, в этом сомневаюсь. С вертухана не всегда, конечно, залетает с него. Так, чтобы прям вообще без сведения и без прицела. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Хори. Хори. Хори не хулигань. Но за голду я на все аккаунты свои взял этот танчик. Он помогает выполнять боевые задачи. Он помогает фармить. Он реально нужен каждому из вас. Я мало про какие танки такое говорю, но вот этот, это действительно такой, знаете, вот... Ну, интересно, кто кого. А, меня уже сзади разбирают. Ай-яй-яй-яй-яй. Попытаемся. Попытаемся мы отсюда спетлять. Боюсь, не даст мне объекту ехать. Ну-ну-ну-ну, родной. Не-не-не-не. Поехали. Ну, вот как-то приблизительно так. Я не могу сказать, что вот этот конкретно бой, он является показательным для этого танка. Вот, поверьте мне на слово, есть огромное количество танков, на которых ты вот так вот врываешься, отхватываешь и сливаешься в ангар. В этом бою, ну, не знаю, возможно, я немножко затупил, полез на рожон. Возможно, вся команда не совсем сориентировалась по-разному. Не знаю. Но факт остается фактом. Предыдущий бой, он более красочно показывает действительные возможности этой машины. Еще раз повторюсь, если у вас этого танка нет, вот поверьте, если вы его себе купите, вы об этом не пожалеете. Если вы будете играть более аккуратно, чем сейчас у нас было в нашем втором бою. В принципе, я думаю, что для принятия решения вами, брать ли вам эту машину себе в пользование, все возможное, показал как его лабые стороны, так и его сильные стороны. И дальше принимать решение вам. Поэтому, если оба они заслуживают интереса для вас, то 8500 голды с какими-то там минимальными вот этими плюшками, которые насыпаются здесь в наборе, я считаю тоже довольно приемлемой ценой. Ну, 24-300 это там они, конечно, загнались, но 8500, по-моему, самое то. Ну, а танчик, поверьте, must have. Принимайте решение, играйте в танки, получайте удовольствие, кайфуйте. И если вы еще не подписались на канал, не поставили лайк, поставьте его, пожалуйста, сейчас по окончанию видео, подписывайтесь на канал, смотрите новые видео. Всех благ, всего хорошего.